Новая жизнь старого центра города. В областном правительстве обсуждают идею присвоения территориям Ленинского и Самарского районов статус исторического поселения. Дом для творчества студентов. На улице Куйбышев открылся концертно-театральный комплекс «Дирижабль». Клен, который простоит дольше вековых дубов, известному шлягеру музыкальной группы «Синяя птица» посвятили скульптуру. Владимир Путин назначил бывшего главу Роскосмоса Игоря Комарова полпредом в Приволжском округе. Об этом говорится в опубликованном на сайте Кремля президентском указе. Документ вступил в силу с момента подписания. На момент назначения Комаров занимал должность замминистра науки и высшего образования. До этого с января 2015 года по май 2018 он был главой Роскосмоса. В 90-х годах работал в банковском секторе, а с 2002 года стал заместителем гендиректора Норникеля. До того, как прийти в Роскосмос, он также работал на руководящих должностях в госкорпорации Ростехнологии на автовазии в ОРКК. Предыдущим полпредом в Приволжском округе был Михаил Бабич. Его президент в конце августа назначил послом в Белоруссии. С тех пор обязанности полпреда исполнял заместитель Бабича Игорь Паньшин. Игорь Анатольевич возглавлял автоваз, крупнейшее предприятие Самарской области. И, конечно, был погружен во всю тематику жизни Самарской области. Но не менее важно и то, что Игорь Анатольевич возглавлял Роскосмос. Как вы знаете, Самарская область является базовым регионом для Роскосмоса. И уверен, что любые задачи, которые будут ставить президент перед Приволжском федеральным округом, перед Самарской области, мы будем с честью выполнять. Новая жизнь старого центра города. В областном правительстве обсуждают идею присвоения территориям в части Ленинского и Самарского районов статус исторического поселения. Что это даст городу и поможет ли сохранить памятники архитектуры, выяснил наш корреспондент. В преддверии Чемпионата мира по футболу Самара значительно преобразилась. Парки, скверы, дороги, улицы, дворы и фасады предстали перед горожанами и туристами в обновленном виде. Особое внимание уделено исторической части города. Обновили фасады 250 домов. По мнению главы региона, эту работу необходимо продолжить. Мы не можем допустить деградации уже принятых и реализованных решений. Но, конечно же, мы должны предпринять дополнительные усилия, чтобы приведение в порядок родного города, исторической части города коснулось уже не только так называемых туристических маршрутов, специально отработанных под мировое первенство, мировой праздник, но и всей исторической части города. Сохранить исторический центр Самары может помочь присвоение этой территории статуса историческое поселение. Сейчас он есть у девяти малых городов. Ежегодно они получают деньги на обновление инфраструктуры. Допустим, по выборку цена вопроса это почти 40 миллионов долларов. Перевести на наши деньги, это считайте, для маленького города, там с таким небольшим населением, 2,5 миллиарда это очень много. И эти города, в которых мы работаем, они еще получили гранты в Министерство строительства по 50 миллионов рублей на развитие коммунальной сети. Это тоже неплохо. Если присвоить старой части города статус историческое поселение, можно решить ряд важных вопросов. Установить единые правила для застройщиков, приступить к восстановлению старых зданий более масштабно, параллельно развивая городскую среду. Это комплексная система развития не только реставрации объектов культурного наследия, но и развития инженерных систем, транспорта. Это повышение налогооблагаемой базы. Статусом историческое поселение предлагается наделить территории Самарского и Ленинского районов. Получившуюся единую площадь поделить на подзоны. Часть из них будет неприкосновена для застройщиков. Другую предлагают активно застраивать, но с учетом существующего архитектурного ландшафта. Такой разумный компромисс, наверное, должен быть найден и определен именно не границами исторического поселения, а зонированием внутри регламентами, градостроительными регламентами, определяющими плотность, высотность застройки и другие показатели. Всего в Самарской области 18 территорий могут претендовать на статус историческое поселение. Сызрань его уже получила. Разработка проектной документации для получения этого статуса Самарой должна быть завершена в следующем году. Лариса Шлафас, Артем Сулайманов, События. Место, где живет муза. На улице Куйбышева на базе Самарского института культуры открылся концертный театральный комплекс «Дирижабль». Здание бывшего коммерческого клуба в 90-х пострадало от пожара и простояло разрушенным более 10 лет. В 2012 году при поддержке Министерства культуры России была разработана концепция по созданию творческой студии. Началась реконструкция. Даниил Лучко одним из первых осмотрел новое место для творчества. Пляски, постановки и фехтование. Теперь студентам Самарского института культуры будет комфортнее заниматься любимым делом. Молодежный концертно-театральный комплекс «Дирижабль» — это не только новый альма-матер, но и место для творчества. Я очень рада, что мы сегодня здесь находимся, потому что, во-первых, здорово, это круто, а во-вторых, надо толкать творчество вперед, и я надеюсь, что с этой студией это будет получаться куда больше. Я сюда пришел как выпускник порадоваться за своих будущих коллег, порадоваться за них, за то, что у них появился такой дом, где они будут реализовывать свои творческие проекты и реализовывать сами себя. Здание, известное в истории Самары как дом купца Мясникова, было построено во второй половине 19 века. Позже в нем располагалась канцелярия губернатора, а затем коммерческий клуб. С 95-го года дом получил статус памятника федерального значения. В 90-е особняк серьезно пострадал от пожара. Шесть лет назад началась реновация здания. Разработана концепция театрального комплекса, которая, наконец, воплотилась в жизнь. Первые лица региона поздравляют студентов с новой площадкой. Я рад видеть вас, рад видеть ваши улыбки, рад радоваться вашему творчеству. Я уверен, что здесь будет жить искусство, здесь будет жить просвещение, здесь будут рождаться новые таланты, которыми так богата наша самарская земля. Я действительно тоже очень рада, что у нас появляется такой молодежный центр. Я хочу, чтобы вам всем здесь было комфортно, уютно, радостно, чтобы вы запомнили время, проведенное в этих стенах, и потом несли идеи, рожденные в этом знании, уже в город, на всю территорию города. Как раскроют потенциал студии, зависит от артистов, художников и хореографов. Городские власти уверены, центр гармонично впишется в образовательное и социокультурное пространство Самары. Данил Лучко, Эдуард Растегаев, События. Известному шлягеру «Клен» музыкальной группой «Виа Синяя птица» посвятили скульптуру. Ее торжественное открытие состоится в субботу, 8 сентября, на праздновании Дня города. Приедет и основатель группы «Синяя птица» Роберт Болотный. В 70-е годы музыканты работали в Куйбышевской филармонии, когда и придумали песню, ставшую хитом. Установили скульптурную композицию на набережной под Струковским садом. Ведь в песне говорится, что «Клен» шумит над речной волной. «Синяя птица» раскинула крылья на ветвях бронзового клена. Известный скульптор Константин Чернявский полтора месяца выращивал вечные растения из металла. И хотя создают скульптуры с детства, о каждом произведении отзывается с особенным трепетом. Ну это мой ребенок, так в кавычках. И каждое произведение, это как произведение свое, и сердце исчезшее. Поэтому, конечно, я отношусь к нему с любовью, с радостью теперь, что она наконец нашла свое место. В прекрасном городе, мною любимом. У меня здесь это уже третий памятник. Первый памятник Петру и Февронии, второй товарища Сухова и третий от «Клена». В субботу с 7 часов вечера на площади Куйбышева стартует концерт «Встреча друзей Авторадио». В нем примут участие «Виа «Синяя птица», «Здравствуй, песня», группа «Таван», Сергей Беликов, Александр Шевченко, Сергей Минаев, Владимир Маркин и многие другие. Прозвучат самые популярные песни 70-х и 80-х годов. Исполняющий обязанности министра культуры России Николай Молоков отметил системную работу Дмитрия Азарова по сохранению исторического наследия, реализации прорывных инициатив, содействия развитию отрасли культуры в целом и наградил его знаком за вклад в российскую культуру. Рассчитываю, что это сотрудничество мы продолжим и в дальнейшем, конечно, оно будет работать на благо нашего региона, на благо всей страны, на благо каждого жителя, на благо всей нашей традиции, развитию их. Благодарю. А теперь коротко о других темах дня. В наноспутники нальют водки. Самарские ученые собрали двигатель, работающий на спиртном. Его будут использовать для наноспутников. Молекулярная масса воды не очень высока. От этого образовывается пар, что позволяет нарастить приличную скорость маневрирования. Спирт в этой смеси составит почти 40% для того, чтобы не дать топливу замерзнуть. Производитель мебели в Самаре оказался мошенником. По версии следствия, 56-летний директор фирмы взял с трех заказчиков более полумиллиона рублей. Но мебель им так и не поставил, откладывая доставку под разными предлогами. При этом деньги потратил на личные нужды. Точки продаж компании располагались в нескольких мебельных торговых центрах Самары, Мехков и Интермебель. Уголовное дело направлено в Кировский районный суд. В Тольятти во время пожара погибли двое рабочих. На территории бывшего завода «Фосфор» на улице Новозаводской загорелась емкость с дизельным топливом. Черные клубы дыма, по словам местных жителей, были видны издалека. Они вызвали пожарных, которые установили, что огонь захватил территорию площадью 200 квадратных метров. На место происшествия выехали 20 пожарных и 6 единиц спецтехники. В огне погибли двое рабочих. По предварительным данным, ЧП произошло при проведении сварочных работ. Следующим летом улица Куйбышева снова станет пешеходной по выходным. Для этого Дмитрий Азаров дал студентам и школьникам творческое задание – разработать календарь выходных дней на следующее лето. Напомним, впервые ее закрыли для движения транспорта на время Чемпионата мира по футболу. Эксперимент продлился до 2 сентября. Инициатором стал житель Самары, который написал о таком предложении в Твиттер. Глава региона его поддержал. В зимнее расписание Курумыча возвращается рейс «Самара-Москва». Полеты начались уже сегодня. Их стоимость от 2375 рублей. Рейсы в столицу будут выволняться по понедельникам в 7 утра. Вернуться в Самару можно будет во вторник в половине 11 вечера. Полет будет длиться 1 час 40 минут. Праздник двора и пирога. За большим самоваром собрались жители 18 округа. Для них это добрая традиция – встречаться с соседями в своем дворе. И проводить яркие гуляния. Как проходит праздник двора в 15 микрорайоне, расскажет Мария Калачева. Оставаться верными традициям всегда. Вот креды жителей 15 микрорайона. В суете будней они не забывают о своих соседях и часто устраивают праздники в своем дворе. Их сплоченности и инициативности можно позавидовать. В этот раз кировчане отмечают сразу два события. Этот праздник мы посвящаем Дню города предстоящему и наступившему 1 сентября. Потому что у нас уже дети к 1 сентября мы ежегодно проводим. И дети уже все знают, все уже ждут этого праздника. Все спрашивают, когда он будет. Мы обычно в конце августа, но вот в этом году мы решили совместить День города и 1 сентября. И вот решили привести на этой неделе. Подвижные игры, конкурсы и активный отдых. Усидеть дома просто невозможно, говорит молодой и частый гость праздника Ваня. На мастер-классе самых маленьких учат крутить фигурки из шариков. Рядом рисуют забавные рисунки на лице. А кому-то по душе пришелся огромный корабль батут. Мне понравились там батуты и мыльные пузыри и рисовали на щеке, ну как Россию. Дома мы бы сейчас сидели там, не знаю, спали или ели. В компьютерах, наверное, сидели. А тут как бы на свежем воздухе с друзьями общаться. Гвоздь программы – пироги со всевозможными начинками. Капустой, картофелем, мясом. Их жители испекли сами. Старания оценили памятными подарками. Зачастую за интернетом, за телевизионными программами мы не знаем о своем соседе ничего. А на таких дворовых мероприятиях мы в веселье, в празднике напоминаем о том, что сосед – это как родственник. Это тот человек, который всегда рядом и он всегда может помочь. После выступления хора соседушки жители собрались за пузатым самоваром. За такими посиделками кировчане часов не наблюдают. Проводить время вместе им всегда в радость. Мария Калачева, Дмитрий Мешканцов. События. И вот какие материалы сейчас готовят к эфиру наши корреспонденты. Дорогу местным производителям. В регионе открыт первый крупный агропарк. В новую жизнь в новом доме. Областные и городские власти сегодня вручили ключи от квартир детям-сиротам. Один за всех и все за одного. Самарский молодежный драматический театр «Мастерская» открывает свой первый сезон спектаклем выпускников «Д'Артаньян». На этом наш выпуск завершен. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова